Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем трансляцию вебинара. У нас, к сожалению, пока не так много людей подключено, но тем не менее ждать больше никого не будем. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу того материала, который вы увидите в ходе этого вебинара, в конце я обязательно оставлю время на то, чтобы вы могли эти вопросы мне задать, и постараюсь на них, разумеется, ответить. Ну а сейчас, пожалуй, приступим. Итак, тема нашего вебинара – это особый вариант освещения архитектурных проектов, при том как интерьеров, так и экстерьеров, которые называются Image-Based Lighting, ну или как бы еще по-другому называют HDR-освещение. Суть в том, что мы можем с вами освещать трехмерные модели не искусственными источниками света, неважно, V-Ray, MENTAL, обычные, освещать картинку просто за счет фотографии, на которой запечатлен свет, идущий извне в объектив фотоаппарата. Эту самую фотографию можно реконструировать в качестве источника света. Ну то есть, говоря попросту, мы можем получить свет в точность такой же, как на любой фотографии, но для нашего 3D-проекта. Итак, для этого, да, потребуются особые фотоснимки, которые называются HDR-изображением. Что же такое HDR-изображение? Ну, сейчас мы постараемся пережить 5 минут теории, и потом я покажу вам, как все это работает в МАКС. Вот перед нами с вами картинка, которую вы хорошо видите на ваших экранах. И отлично можно наблюдать то, что вот здесь вот солнце, засвет от солнца, он жутко пересвечен, просто белое выжженное пятно. Беда в том, что изображение, которое мы с вами видим на экране компьютера, стоя модели RGB или sRGB, у них сильно ограниченный динамический диапазон, около 3000 к 1. Это означает, что мы не можем видеть очень ярких или очень темных зон. Вот реальную картинку, которую мы можем запечатлеть глазами, ну или на профессиональную, скажем, фотопленку, у нее диапазон чувствительности ну, миллион к 1 и больше. И при этом и в тенях, и в ярких участках мы можем видеть дополнительные детали, которые в противном случае на экране нашего компьютера видеть мы не можем. Вот как здесь. При этом существует особый формат, который называется HDR, и который в состоянии передавать не только ту информацию, которую мы видим на экране, но и значительно больший объем, значительно больший диапазон яркости точек. И вот это изображение, это на самом деле HDR. И если мы будем менять у него яркость ображения на экране, то вот мы отлично видим. Что в данном участке, если вы увеличите немножечко, понизите экспозицию, все в порядке. Видны облака и видно ярко-ярко-ярко пятнышко от солнца. Все дело в том, что в формате JPEG сохраняется всего 11,7 так называемых экспо-величин или экспо-шагов, в то время как в формате RADIANCE HDR сохраняется 256 экспо-шагов. Говоря попросту, RADIANCE HDR или просто HDR, это формат, который сохраняет настоящий свет, который на самом деле имеет место быть в жизни. В то время как всякий формат 8-битный, тот же самый JPEG, обрезает этот самый свет, исходя из того, что монитор компьютера лучше все равно показывать не умеет. Это, кстати говоря, серьезная проблема, когда ты просматриваешь HDR-разображения на экране компьютера, они все равно будут казаться пересвечены, все равно не будут казаться нормальными. Беда в том, что сам экран вашего компьютера, он тоже 8-битный, как и JPEG-формат. У JPEG не случайно вот это ограничение на 8 бит, потому что экран мониторов все равно больше не передает. И по большому счету получается, что HDR-изображение в каком-то смысле бесполезно. То есть, да, они хранят в себе огромный диапазон значений яркости, но вы все равно не можете увидеть его на экране вашего компьютера. Ну, во всяком случае, в чистом виде. Для того, чтобы вот на этой, как я называю, HDR-ке мы могли увидеть солнышко, пришлось сильно снизить значение экспогличины. Существует разный прием по работе с HDR-ами, можно яркость их менять, можно выполнять так называемую локальную донуру коррекцию, но сейчас нам это все не особо важно, важно другое. Пускай мы и не видим на экране компьютера мелких деталей, но они прекрасно проявят себя, если мы попытаемся из этой HDR-картинки построить освещение. То есть взять эту картинку, кстати говоря, вы заметили, наверное, что она довольно странно выглядит, это сферическое изображение, при его наложении на сферу получается полноценная окружающая среда. Так вот, если мы эту картинку наклеим на огромную сферу и спроекцируем из нее свет внутрь, то есть на наши объекты, которые находятся внутри этой сферы, мы получим освещение, эквивалентное тому, которое увидел фотоаппарат, находящийся вот непосредственно в точке, откуда он снимал эту картинку. Применять такие трюки со светом можно в разных сценах, можно использовать в экстерьере, можно использовать в интерьере, но, естественно, очень многое зависит от того, какую именно систему рендеринга вы используете, потому что HDR освещение, или как обычно называют, IBL освещение, в аббревиатуру переводится как Image Based Lighting, то есть изображение, освещающее картинку. Ну или, если более правильно, свет за счет изображения. Так вот, разные системы рендеринга по-разному немножечко работают с этим методом. Ну и вот мы с вами в нашем вебинаре рассматриваем все это конкретно на примере системы House Group V-Ray, которая работает очень хорошо с HDR-освещением. Настолько хорошо, что можно освещать даже небольшие интерьеры, да и большие интерьеры, тоже прямо через окна. И это заменяет практически полную систему с лучом света, плюс порталы в окнах, плюс-то очень гибкие методы. Ну и в экстерьерах, разумеется, тоже прекрасно работающие. Кстати говоря, это один из немногих методов, который позволяет сделать красивое ночное освещение. Итак, давайте посмотрим первый пример по работе с HDR-разображением. Он довольно длинный, около 20 минут, на котором мы видим, как HDR-освещение, как сами HDR-картинки проявляют себя в освещении экстерьера. Это, кстати, более простой подход. В интерьере немножечко сложнее, хотя принципиально ничем не отличается. Итак, наш первый пример. Экстерьер с HDR-изображением. Дорогие друзья, в этом упражнении мы посмотрим с вами, как Image-Based Lighting, или как его еще называют, HDR-освещение, легко и просто применяется в архитектурных визуализациях. И какие замечательные преимущества это дает. Но начать надо с того, что HDR-изображение необходимо загрузить в редактор материалов в виде особой карты. Откроем Get Material, найдем карту V-Ray HDRI и перенесем ее в редактор на любой свободный шарик, на любой свободный слот. Теперь в самой карте нажимаем команду Straight Action, то есть загрузка HDR-изображения. И выбираем любую картинку на наше усмотрение. Давайте для начала используем картинку с красивым солнечным днем. Паркинг. Это именно парковка для автомобилей с очень большим пространством на переднем плане. Но то, как мы сейчас видим эту картинку здесь, в просмотре, это, конечно, неправильно. Она сейчас разложена в плоскости, а должна быть свернута, вернее, развернута, на поверхность огромной сферы, внутри которой мы с вами находимся. Это называется Mapping Type Sphere. И с этого мы начинаем работу с любой HDR. Вот сейчас мы видим с вами HDR-ку, условно говоря, изнутри. Во все стороны она продолжается. Я сейчас меняю настройки Horizontal Rotation, видно, что она поворачивается по горизонтали, ну а Vertical Rotation по вертикали. Пока не будем ее крутить. Первое, что мы можем здесь сделать уже непосредственно в 3D Max, и полезное, это загрузить ее в качестве окружающей среды. То есть зайдем в диалог Renderings, Environment, и установим ее в качестве окружающего. Ну или попросту говоря, в качестве заднего фона. Переносим ее на хронослов заднего фона, и отвечаем Instance на вопрос, что режиме переноса. То есть, естественно, должно быть взаимосвязано. И, что еще очень важно, я загружу ее непосредственно в окно проекции, чтобы прямо здесь можно было видеть, с каким боком она повернута по отношению к нашей лидии взгляда. Нажмем на клавиатуре Alt-B, это управление бэкграундом, и выберем Use Environment Background, то есть использовать задний фон, который поставлен в окружающую среду. Ну, это то, что мы сделали с вами буквально минут назад. Ок. Картинка подгрузилась в качестве среды. Можно даже нажать F3 на клавиатуре, чтобы видеть сцену насквозь, и тогда мы будем видеть картинку более понятным для нас образом. Домик не будет ее как-то активно забирачивать. Ну и самое время вернуться обратно к настройкам HDR-ки, и для начала разобраться с ее углом Power Road. Меняем значение для horizontal rotation, смотрим, каким углом интереснее всего было бы ее повернуть. Теперь мы можем разглядывать это непосредственно в окне проекта, чтобы ему было удобно. В некоторых случаях ее будет полезно отзеркалить слева направо. Есть такая опция, называется Flip Horizontal. Горизонтальный переворот вот на отзеркалить. Ну, как бы там ни было. Находим какую-то углу, которая нам нравится. Ну, вот сейчас, по моим расчетам, солнце должно оказаться напротив фасады здания справа, и эта часть должна быть освещена. Ну, чуть позже мы увидим так. Ну, а пока мы можем выполнить рендеринг и посмотреть, как там пока развиваются события уже на конечном результате. В этой сцене включен глобальный свет изначально. V-Ray настроен на рендерс, скорее низким качеством, даже чем средним. Ну, с первого взгляда результат освещения не очень впечатляет. Мы видим с вами много каких-то таких не самых красивых пятен. Очень сильный шум. И освещение, оно такое все нерезкое, очень бледное, отсутствуют тени, даже намеки на них. Но это все потому, что сейчас V-Ray пытается излучать свет непосредственно из окружающей среды. Он это делал с очень высокой степенью интерполяция. И красивый свет так и получится в любом случае. Нам нужен чуть другой метод. Впрочем, то, что мы уже сделали, вполне даже пригодится. Создадим особый источник света, который называется V-Ray DOMLIGHT. Если у вас более старая версия V-Ray, вы прежде чем можете создать, вот используем и кнопку V-Ray DOMLIGHT, как видите, уже готовую, а просто создав светильник, который называется V-Ray LIGHT, и переключившись в режимах его создания на DOM, в теологии тайны. Итак, создадим DOMLIGHT в проекции TOP. Его конкретное положение не играет никакой роли, потому что этот светильник всегда считается огромным. Он закрывает всю вашу сцену, он накрывает ее огромным куплом или заключает внутрь огромной сферы. В любом случае, его положение роли играть не будет. Будет играть роль только его ориентация, то есть, конечно, важно, чтобы куплен был смотрел наверх. Поэтому располагается вот там, где вам было бы удобнее его выделять. Ну, вот в стороне от DOMLIGHT в сфере. А его настройка. Если у вас все настройки стоят по умолчанию, то мультиплеер будет единиц, цвет будет белый, и это правильно. В дополнительных опциях мы сразу включаем INVISIBLE и отключаем эффект REFLECTION. То есть, даймон светильник сам не виден, отражение не создает. То есть, по сути, он дает только свет. Тот самый свет, который никак не может нормально сделать окружающей средой. В отличие от всего остального, что он делает замечательно. Итак, мы подобрались к главному диалогу, текстуру. Ставим больше разрешения, около 2000 для начала. Потом можно и больше, там можно и 4, и 6, и 8 тысяч расставить. Современные HDR вполне позволяют с таким разрешением работать. То есть, изначально имеют как раз, например, подобные эти истины. И HDR-ку тащим на слот текстуры. Instance.OK. То есть, важно уточнить, что это HDR-ка стоит сразу и в освещении, и в диалоге окружающей среды в качестве заднего плана. Если вы будете менять ее настройки, она будет передавать, и все это время туда и туда. Также поставим галочку «Сферика в фулдом», чтобы светильник получился полностью сферический, а не в виде купола. Ну и опять мы можем вытолкнуть визуализацию, посмотреть, в чем же там отличие. На этом этапе мы вполне уже можем оценить результат. Не обязательно дождаться большего количества пассов. Все и так отлично видно. Ну и заметьте, дорогие друзья, теперь нету 5. Ну да, довольно сильный шум присутствует. Это уже просто от малого количества пассов. То есть, пока небольшое количество лучей в каждую точку пришло. Но мы видим отличную детализацию света. Вот теперь в самых труднодоступных местах свет ложится очень хорошо. Видны малейшие детали, видны малейшие светотели. Видны падающие тени от объектов. Впрочем, они недостаточно четкие. Солнечная тень все-таки смотрится в дневных условиях более жестко, чем же. Ну а теперь уже дело за настройкой. Видно, что в целом все работает, однако настройки яркости, контрастности ждут нас еще впереди. Остановим площадь. И запустим чудесную систему V-Ray RT, которая поможет нам определиться с более точными параметрами. А регулировать нам придется саму HDR-карту. Как вы уже видели, у нее есть настройка горизонтал-кратейшн, которая пока стоит неплохо, и я вряд ли буду делать все в дальнейшем с этой картинкой. Но вот две оставшиеся настройки, из трех действительно важных, вот они сейчас перед вами. Это Inverse Gamma, Inverse Gamma, и это Overall Multiplayer. Ну, с Multiplayer'ом все просто. Это яркость картинки, а с Gamma все посложнее. Это ее контрастность. При том, чем меньше, тем контрастнее. Если, к примеру, поставить, ну, допустим, 0,5, это огромная контрастность. Вот мы сразу видим в R-Tech ярчайший свет ослепительный. На фоне очень темного задника, потому что теперь солнце светится очень ярко, в HDR-ке, ну, а задник, на против, становится очень темным. Впрочем, он дает не такой уж плохой результат. Вы видите очень четкие, аккуратные тени. Теперь хорошо видно, как HDR-ка повернут. Хотя бы просто по теням можно судить. Вот если я сейчас меняю результат rotation, допустим, ставлю 310, видно, что тени смещаются немножко влево, а там 350, и там не смещаются немножко влево. Определяемся, как нам больше нравится, ну, и так, и так красиво. После этого контраст все-таки, конечно, мы поставим не такой, ослепительный, что мы там 0,7, 0,75 вполне думаю достаточно. Ну, и теперь яркость. Оверал мультиплайер мы поднимаем выше. Кстати, можно вполне в съемочной камере включить экспозицию и яркость отрегулировать с помощью экспозиции камеры. Ну, и если так особо не заморачиваться и работать, скажем так, не обязательно с физической моделью, света, тогда можно вполне работать с мультиплайером. Ну, допустим, поставлю мультиплайер. Видно, что стал ярче и задний фон. И посвящение от источника света. Иногда, иногда бывает полезен такой вариант. Задний фон. Если в HDR действительно вы решили использовать в роли заднего фона, это вовсе не обязательно. Фон потом можно подложить в фотошопе любой. Но все же, если в HDR вы желаете использовать в роли фона, вы можете сделать еще ярче, скажем, оверал. Можно поставить 6. фон получится яркий. Но домик вы рискуете пересветить. И вот тут надо понимать, что освещение идет не от фона, а от светильника. И у него, у светильника, есть свой мультиплайер, который можно повышать или подбежать. И вот если вы желаете получить более слабый свет при более ярком фоне, мы можем мультиплайер поставить не единицу, допустим, еще. теперь при том, что фон остается по-прежнему яркий, и отражения между же яркие, сам свет получается более скромный. Давайте для эксперимента поставим 0.1, чтобы хорошо было видно, что он работает, а потом поставим тоже более 5. Вот сейчас мы получили весьма сбалансированную яркость заднего фона и яркость непосредственно освещения. Все очень ярко, наверное. Можно выполнить окончательную визуализацию, пока еще без материала посмотреть на результат. сейчас мы хорошо видим то, что получилось куда более яркое, приятное контрастное освещение. Те же самые тени от пустов, они смотрятся очень четко. Это же касается тени от подарков столбов, от перил от автомобиля. Пока еще маловато пасов для того, чтобы говорить о действительно фантастическом качестве. Видно, что светит шум. Но этот шум, в отличие от шума Global Illumination исчезает просто банально крутая пасов. Ну, или если используется рендеринг не пасами, то есть не прогрессив, а идемте в старые механизмы, тогда значит просто больше антиаляйзинг, меньше торг шума, и у вас будет красиво гладкий кацин. Ждать, естественно, придется больше. Собственно говоря, невысокая бастердизм это главный недостаток HD-освещения, но на современной технике он уже так сильно чувствуется. А вот главное достоинство в том, что мы можем очень легко поменять условия освещения. Если, к примеру, мы хотим получить свет не дневной, а вечерний, не утренний, нам достаточно всего лишь заменить эту HD-ерку на какую-нибудь другую. Ну, например, на фотографию восхода. Садрец. HD-ерки занимают периодичное место, им нужно время, чтобы загрузиться. Ну, вот мы получили восход. Еще еще чуть-чуть фирмен на загрузку. Отлично. У каждой HD-ерки необходимо понимать, что настройки мультиплеера, настройки контраста они будут свои. Давайте пока вернем мультиплеера где-нибудь троечку, мультиплеера светильника единичку. Сделаем такие более-менее гитеральные значения. Инверсию гамма можно поставить поменьше, побольше, посмотреть, что будет. Допустим, 0,6. 0,7. Как это так? Не очень удачно падут тени, они падут строго от нас, значит, солнце ровно за спиной и это не здорово, потому что делать картинку плоской. Необходимо повертеть вверх, посмотреть на него с других сторон. Давайте я возьму настройку горизонтал ротейшн, может быть нажимаем проект, нажимаем втречную вверху насквоз. И вот теперь я меняю горизонтал ротейшн, вижу, как она поворачивается. Ну вот. Можно дать освещение на стену, которая немножечко от нас смотрит сейчас, пусть еще дальше вернули. Ну получается как-то вот так. Ну и сделаем по контрасту все же. если вы хотите получить еще более выразительные краски, попробуем использовать другую HDR. Ну допустим закат с розовым небом. Очень красивые цветовые это HDR, кинодумные сами видятся. Такой высокий контраст и не нужен, но скорее это бледно легкое. Ну и попробуем повернуть все другой стороной, чтобы солнце выходило слева. Ну слева имею виду условно на позиции. Ну что теперь побольше мультиплайер. Все таки приятно когда картинка светлая и есть опознан тенка читается на месте. Потемнее и по контрасту сюда успеем ее сделать с помощью кривой. Ну замечательно. Как вы могли заметить две настройки играют роли. Инверс гамма и мультиплайер. Ну не считая углок поворотов. Вот такие красивые выразительные цвета, которые было больше сложно получить, играя с настройками стандартного вероисского солнца. Здесь же как видите все очень легко и красиво у нас получается. Ну и сейчас остается протестировать окончательный рендер без материалов и с материалом. Давайте посмотрим, что у нас получится. заодно я хотел бы вызвать спрятанную траву, сделанную с помощью вероисфора, чтобы посмотреть щели. Итак, первый рендеринг у нас пойдет без материала, чтобы мы могли увидеть натуральные цвета при целенной ходе. что же, уже вполне можно говорить о каком-то результате промежуточном. Все очень неплохо. Можно сделать чуть-чуть поярче освещение и может быть немножечко развернуть его, условно говоря, вправо, чтобы здесь появилась небольшая тень и от трубы, и от ток. И можно будет готовить картинку к окончательной визуализации. Потребуется наед еще пару часов. Сейчас их увидится. Насчет поворота у меня нет полгуверенности, потому что это необходимо сделать. Давайте повернем немножечко 85-90-90-90. на небольшой теперь о настроениях. Фон я делать ярче не хочу, а вот свет, пожалуй, стоит чуть-чуть. Поэтому я не буду поднимать общий мультиплеер HDR-ки я у светильника поставлю мультиплеера по целой администре. Это сделает ярче только свет, но не сделает ярче. Ну и наконец, за четкость света, за аккуратность полицирования света в HDR-ке намного напечатают параметр Resolution. Параметр Resolution определяет, какого качества HDR-ки будет загружен в качестве источника света, сколько пикселей шире не было социально получено. На оригинальной HDR-ке я использую 8000 точек ширины, соответственно 2000 с обнимать пола ворота. Ну, 4000 мультур ворота. Давайте снимем блокировку с материалов и посмотрим, на что способна технология уже в полном своем применении. Ну что же, наше изображение достигло значительного количества пассов, можно отключать визуализацию. Ну вот, мы видим, насколько интересно передаются оттенки, насколько мягким и красивым получается свет, но при этом мы видим тени, видим и достаточно четкое освещение. В общем, один из лучших способов создания света, на мой взгляд, для экстерьера. С одной стороны, красивый, с другой стороны, легкий и очень разнообразный в зависимости от других мерок. Ну что же, дорогие друзья, поскольку я использовал предзаписанное видео, это позволило мне серьезно ускорить рендеринг. Естественно, такие вещи рендерятся дольше, чем 30 секунд. И на практике мне пришлось подождать где-то минут 10, пока считалась эта картинка. Тем более, с верой форм с достаточно высокой плотностью. Но, я думаю, вы увидели главное, действительно, очень легко моделировать различные погодные условия, время суток, в то время, как обычное максовское, верейское, вернее, солнце с небом, они достаточно жестко работают. И неплохо удается сделать дневной свет, ну, такую типовую, скажем так. Но, такие оттенки, полутона сложно получить, во всяком случае, с такой же простотой подходят. Куда больше экспериментов придется поставить, куда больше времени вы убьете на подгонку оттенков. Ну, а то, что касается экстерьера, действительно удобней технологии, вы можете посмотреть на YouTube, у меня есть еще пример, очень длинный, там, где-то почти 50 минут. То же самое по созданию ночного экстерьера, там тоже используется HDR, но там такой еще более длительный подход, там все очень подробно разжевано. Если вам интересно, посмотрите, такая вещь делается для ночной съемки, для ночного рендеринга, как раз там в уроке хорошо показано. Но сейчас я бы хотел перейти к следующему моменту, к интерьерному освещению. Но здесь все немножечко сложнее, потому что в случае со светом с улицы идущим, освещать, конечно, проще, потому что свет бьет со всех сторон, равномерно накрывает подставку с домиком, и даже при не очень высоком качестве проецировании, даже если не подставить V-Ray дом-лайт, если чисто светить из окружающей среды, все равно худо-бедно там получается сделать освещение. В интерьере свет проходит через узкий проем окна или двери, и сложнее сделать красивый свет, потому что через этот оконный проем или несколько оконных проемов, неважно, свет проходит только в виде прямых лучей. Ну, те из вас, кто занимался освещением V-Ray, естественно, я уверен, сталкивались с необходимостью в оконный проем ставить прямоугольный светильник. Это ли V-Ray Skylight портал, или обычный V-Ray Light, но без этого светильника дело добром не заканчивается. Но вот сейчас я предлагаю посмотреть, как для интерьера сделать красивое HDR-освещение, которое позволяет также формировать любые погодные условия на улице, создавать очень красивые восходы, закаты, создавать любое настроение, по сути. И еще этот момент. Если вы раньше не сталкивались с HDR-изображениями, у вас может идти к вопросу, где, собственно говоря, их взять или как их сделать самим. Самим сделать их сложно, потому что там, как видите, сферическую панораму надо собрать, да еще и в истинном диапазоне цвета. Поэтому, конечно, в основном берут готовые. Сейчас есть куча сайтов в интернете, где вы можете бесплатно, как говорится, безвозмездно, то есть дарно, скачать эти самые HDR-картинки, при том, в очень хорошем качестве, при том, ни одну, ни две штуки. Ну, например, есть такой сайт, называется HDR-хаб. Но, с другой стороны, в Яндексе напишите HDR-разображение скачать, и вы найдете очень много хороших ссылок с совершенно легальными, хорошими HDR-картинками с дешимым разрешением, которое подходит и как задний фон, и как освещение. Ну, давайте посмотрим следующий пример по интерьеру, как видите, с интерьером. Да, конечно, как всегда есть вот разница дневной светоделоч или ночной. Но, как мы вскоре увидим, с ночным интерьером там все дело скорее не в самой HDR-ке, оно точно так же применяется, а в настройках физической камеры и в балансе между светильниками искусственными и светом из окна из HDR-картинки. Итак, следующий наш пример это дневной интерьер. Ну, поехали, посмотрим его. В этом упражнении мы увидим с вами, как с помощью одного-единственного HDR-светильника создается красивое дневное освещение для интерьера, при том с огромным выбором различных условий освещения. Это и закаты, и восходы, и всякие сложные кондиции с облаками на небе. В общем, все то, что не получается легко и красиво сделать с помощью связки солнца и порталов стандартных вероевских. Ну, давайте начинать. А начинаем мы с того, что берем редактор материалов и загружаем в него так называемую HDR-карту V-Ray HDR. Ну, а в нее уже мы загружаем непосредственно HDR-картиночку. Вот, например, красивая картинка с дорогой. Хороший ярко освещенный солнцем. Мы с вами можем посмотреть на нее подробнее. Сразу переключаем ее в режим сферического пространства и ставим ее в окружающий свет. теперь она окружает нашу сцену со всех сторон. Можно с нажатной клавиатурой Alt-B включить ее в окно проекции, чтобы ее было видно непосредственно как фон. Можно ее покрутить. Вот, видно, что с этой стороны находится солнце. Давайте поставим нам вовсе не обязательно в дальнейшем видеть эту картинку в роли заднего фона. Она скорее является источником света. Если она подходит как фон, замечательно. ничего страшного. Ну, а теперь ставим источник света V-Ray Don't Lie, то есть V-Ray В-Скинни-Босвод. В его настройках устанавливаем галку Invisible, убираем галку Effect Reflection, смотрим, чтобы мультиплайер был равен единице и цвет стоял белый. И главное загружаем текстуру. Важно, почему текстура ставится в светильник. Зачем ставить ее и в источник света, и в задний фон? Дело в том, что только источник света способен создавать прямые, четкие световые лучи, которые красиво и детально освещают интерьер. Фон же светит мягко и это не всегда бывает достаточным для создания четкого, красивого света. Сейчас мы включаем систему V-Ray RT с целью посмотреть, что же там получается. Не все настройки пока еще заданы корректно, но многие из них мы сможем увидеть именно в RT. Ну а сейчас мы видим, как идет свет. Кстати, у светильника ставится также галтисферика полудобно стояло здесь. Теперь окончательно регулируем угол поворота. Если нужно, можно еще сильнее его повернуть, чтобы свет пошел под косым углом, потому что, естественно, от солнца нарисованного в ХДР идет самый настоящий четкий свет. Также мы регулируем такие параметры как контрастность, по-другому называется и не разгар. Допустим, 0,7. И мальтиплайер. Мальтиплайер можно ставить очень большой, если вы хотите мягко накрыть комнату света, допустим, 10. Фон при этом наверняка сгорит, но в общем, в этом как раз нет никакой проблемы, потому что никакой серьезной ценности он все равно не представляет. Мы можем получить небольшие засветы на полу, но это еще сильно зависит от настроек колор-мэппинга, от того, какой материал здесь используется. Ну, просто давайте чуть-чуть понизим мультиплайер, скажем, так будет согласно. И вот на этом практически все. Остается лишь поставить большее качество текстуры. Сейчас, как я видите, 15 точек, этого недостаточно. Допустим, мы с вами ставим 2000, а лучше 4000 точек. Это позволяет более точно обработать HDR-картинку и спорицировать цвет точнее, с более четкими тенями, с более сложными градациями оттенков. Ну, а теперь выполняем гренбринк по большим способам. на этом этапе мы уже можем оценить полученный результат. Надо заметить, насколько аккуратно смотрятся четкие тени от объектов. При этом отлично видно пятно от солнца. И отлично видно, насколько интересная и аккуратная детализация света получается на предметах. Да, пока сильный шум, но это, в конце концов, всего лишь 30 пасов. Если подождать там хотя бы пасов 150-200, все будет практически идеально. у нас получился черновой рендер без материалов и с сомнительным задним фоном. Ну, теперь давайте выполним окончательную визуализацию. Для этого я, во-первых, вызову спрятанный задний фон, наклеенный на обычную плоскость. Стандартный прием, когда берется дуга или там плейн, на нее клеится задница с изображением какой-либо города или чего-нибудь еще. Ну и, конечно, мы сейчас разблокируем материал. Итак, финал. Мы с вами видим финальное изображение уже с нормальным качеством, по которому вполне можно судить о результате нашей работы. Мы можем посмотреть, как легко заменяется HDR и что это дает. Давайте остановим визуализацию. Опять спрячем задний фон, в следующем рендерии нам скорее всего не потребуется. И заменим картинку на турку. Я заменяю HDR карту и немножечко редактирую ее настройки. Угол поворота, контрастность, яркость значительно меньше. Я собираюсь сделать вечернее освещение. Но, кстати, наверное, я в два раза сделаю больше яркости самого светильника, для того, чтобы при сохранении заднего фона не пересвеченного у нас получился свет с вами достаточно яркий. отключим материал и посмотрим визуализацию. интерьер, освещенный приятным светом от неба, но при этом присутствует и небольшое количество четких теней, вот они, а также здесь, которые оставлены с солнцем. И хотя яркий солнце здесь близка к яркой снегу, поэтому теми не столь отличаются по яркости от небесного света, все равно они неплохо читаются и хорошо видно. Но я точно не говорю о том, что мы видим, как полностью изменились все оттенки. Очень приятный розовый свет сочетанием радует нас вечерним освещением. Можно посмотреть окончательный вариант уже с материалом. В этот раз, как видите, HDR вполне смогла порадовать нас в качестве занятий. Снимаем блокировку материалов и рендерим окончательный вариант. Ну что же, мы видим окончательный результат. Немного шума из-за того, что не хватило сабдилов. Решили оборвать рендер немножко раньше. В итоге можно еще чуть-чуть довести до ума картинку с помощью постобработки. Допустим, чуть-чуть снизить насыщенность, чтобы все-таки более бледный цвет получиться. И отрегулировать кривую, чтобы получить больше воздуха. отрегулировать лога. Продолжение следует... Теперь трюк посложнее ночной интерьерный свет. Притом ночной интерьерный свет с сильным влиянием света из окна. Такой, скажем, поздний вечер или очень раннее утро, когда у нас с вами приходится учитывать и люстры со всякими там торшерами, и то, что из окна тоже прилетает приличный свет. Давайте посмотрим его тоже. Ну и потом сделаем некоторые выводы, еще полюбуемся фотошопчиками. Итак, к вашему вниманию. В этом примере, дорогие друзья, мы видим с вами, как создается красивое ночное освещение, как с светом с улицы, так и с внутренними источниками света. Но начать здесь нужно не со освещения, а со съемочной камеры. Давайте посмотрим ее настройки. У нее включена эксказиция. Стоит температура 3500. Это баланс белого. Нормальная температура для внутреннего интерьерного освещения. Естественно, учитывающая также возможность света с улицы. Помимо этого, шаттер спид стоит 4, F-намбер стоит 2. Но это низкая экспозиция как раз для искусственного света. Ну, может быть, чуть-чуть выше, хотя, в принципе, согласно. Ну и начинаем мы с установки, опять-таки, HDR-карты. Берем карту V-Ray и HDRI. Загружаем в нее подходящую картинку. Ну, вот это, например, подойдет. Переключаем ее в сферический режим порицирования. Ну, стандартная рутина по настройке. Ставим в качестве заднего фона. Задний фон можно активировать непосредственно в окне проекции. Теперь мы можем посмотреть, как эта картинка будет выглядеть. Особенно, если ее покрутить. Нам выгодно напротив окна расположить что-то похожее на солнце в закате, чтобы свет все-таки упал в оконный проем поярче. Теперь. Необходимо включить V-Ray RT, чтобы подобрать уровень контрастности и яркости для этого HD-разображения. У нас пока нету прямого света, только свет, идущий от окружающей среды, поэтому давайте создадим прямой источник света. Верает Dome Light. Настроим его подходящим образом. Мультиплайер единица в конвенционных единицах. Температура сдается цветом и является белой. То есть он не меняет ни яркости, ни оттенки HD-разображения. Стоит Invisible, убран Effect Reflection и стоит галка Spherical Full Dawn. Отлично. Теперь загружаем в него это HD-разображение. И получаем уже прямой светосветильник, который способен учитывать все тонкости HDR-цветопередачи. Вот мы сразу видим, как получились более сложные оттенки. Появилось уже что-то по-настоящему интересное. Сделаем немножечко поконтрастный свет. Инверсия гамма 0,7. Ну и возможно поярче. Мультиплайер 2. Если мы хотим поднять яркость света, не затрагивая яркость заднего фона, тогда поднимаем не мультиплайер в HD-разображении, а мультиплайер в самом светильнике. Итоговая яркость получилась в 4. Однако фон смотрится как с мультиплайером 2. Ну вот у нас красивый такой сочный свет. Теперь давайте включим источники света, которые находятся в помещении, и отбалансируем яркость света между ними. Я открываю лайтлистер. Мы видим с вами, что здесь есть два светильника. Один стоит в люстре в каждой лампочке, ну а другой стоит в бра на столе. Сначала включу светильник в бра. Видно, что у него стоит мультиплайер 400 люмен и температура 4200. Кельвина, соответственно, получается нейтральный белый свет. Ну а люстра... 150 мультиплайер для каждой лампочки. Ну и 3000 кельвинов, то есть такой скорее ближе к желтому. Ну вот мы с вами видим освещение в целом. Возможно, потом, при постобработке в фотошопе, нам захочется его дополнительно отредактировать, сделать по ярче люстру, там или бра, или свет из окон. Поэтому перед финальным рендером нам придется еще немножко подготовить почву для постобработки. Тут вроде все хорошо, давайте заканчивать с просмотром. Посмотрим, каково у нас качество текстуры загружается в память. 2048, нормально, можно больше сделать. А также откроем диалог рендера, раздел «Рендер элементы». И добавим несколько элементов, которые очень сильно облегчат нам постобработку в фотошопе. Во-первых, добавим элемент «Global Illumination». Он позволит добавить больше мягкого рассея на свет, если мы захотим. Также добавим элемент «V-Ray Light List». Light Select, извините. Этот элемент способен сохранять свет от конкретного светильника. Данному светильнику прикажем сохранить свет от неба. Его, кстати, лучше переименовать. И еще один Light Select нам потребуется для прашки. Опять-таки, будет удобно переименовать его. И еще один Light Select нам потребуется для люстра. Здесь я схитрю, вместо того, чтобы показывать по люстре, я нажму кнопку «Выделить по именам списка». И просто укажу нужную мне с шифтом лампочки. Со второй опции, надеюсь, я нашелся. И опять переименуем его моими лампами. Вот так. Так, ну вот все необходимые дополнительные элементы у нас с вами есть. Они не увеличивают время рендера, потому что и так, и так вероятно придется просчитываться. Ну и сейчас мы разблокируем материалы и выполним окончательную визуализацию. А потом немножечко доведем ее к фотошопу. Впрочем, последний сугубо опционально и без фотошопа это все будет смотреться очень даже неплохо. Спасибо. Спасибо. Сейчас самое время посмотреть на те слои, которые у нас визуализируются. Видно, что кроме RGB цвета у нас есть альфа-канал, то есть изображение, которое легко позволит заменить задний фон. Также у нас есть слой с глобальным освещением, накладывая который во фотошоп поверхностных слоев, будем получать более-более-более светлый, мягкий такой свет, заполняющий пространство. Ну и разумеется, есть свет, бьющий только от солнца с неба, только от брашки и только от главных уст. Умножая этот альфа-канал в фотошопе, опять-таки можно увеличивать яркий свет от нужного пространства. Спасибо. Ну что же, дорогие друзья, мы с вами видели еще один пример. И сейчас основная часть материала с освещением у нас заканчивается. Я буду рад пригласить вас на курсы по V-Ray, по 3D Max, если у нас еще них не были. Ну а вот в последнем из примеров с ночным интерьером мы видели интересный прием, на котором произошло сохранение отдельных слоев с освещением из разных светильников. Ну и разумеется, было бы очень интересно посмотреть, как в фотошопе это все потом может быть собрано. Сначала я, конечно, поинтересуюсь, если у вас вопросы по тому материалу, который вы увидели. Вы сейчас можете их задать через чат или через поднятую руку, как вам будет удобнее. Ну хорошо. В таком случае, если вопросов нет, я на несколько минут переключусь в Adobe Photoshop и покажу небольшое продолжение работы с отрендеренной картинкой уже в этой сфере. Итак, в Photoshop. Если мы будем действовать в команде File Open, это будет очень неэффективно, потому что, вот обратите внимание, захожу я в папочку, куда я сохранил... Найти бы я сначала... Прошу прощения. Отрендеренные элементы. Ну и вижу, вот они всякие разные. Конечно, их можно открыть все сейчас. Но это будет шесть отдельных документов, что, конечно, не очень удобно. Поэтому лучше использовать команду File Scripts. Plot Files into Stack. Загрузить файлы набором слоев в один документ. Ну а теперь, конечно, будет куда эффективнее дальнейший подход. Так, позвольте мне опять немножечко втупить. Все замечательно. И вот все документы открываются. Если мы посмотрим в диалог Layers, то мы видим, что вот. Главный RGB слой. В нем содержится само изображение. Это будет основная наша картинка, с которой мы и будем работать. Мы можем у нее подправить, например, сразу шум. Подубрать его немножечко, сделать noise, reduce noise. Если он, конечно, там вообще есть. Но там, в принципе, не особо. Ну, давайте небольшую силу убирания шума организуем все-таки. Окей. Теперь можем повысить резкость изображения. С помощью фильтра Sharp and Unsharp Mask. Многовато. Можно поднять немножечко Trish Hold. Он позволяет избежать шума при усилении Unsharp. Окей. Но картинка темноватая. С другой стороны, она все-таки ночью должна быть темной. И вот для того, чтобы сделать ее посочнее, по контрасту, у нас есть дополнительные слои. Но вот, например, слой, который называется Global Illumination. Давайте поставим его самым верхним. В этом слое содержится глобальное освещение. То есть то, как свет мягко рассеялся в пространстве. Этот слой уже интегрирован в нашу главную картинку. Но мы можем положить его дополнительно еще раз поверх ее. Я возьму и поменяю режим Normal на режим End. Добавление. И вот теперь нам еще раз добавили глобальное освещение. То есть глобальный свет теперь как бы дважды лег сюда. Другое дело, что мне хотелось подсветить именно темные области. На мой взгляд, стены, потолок и так достаточно освещены. А вот на темное дерево глобальный свет лег слабоват. Поэтому давайте временно включим обычный режим, чтобы вам было понятно. И мне нужно либо через команду Levels отсечь светлые области. Либо, например, через фильтрацию слоя двойным щелчком, то есть по понятию как фильтрация. Тоже убрать светлые области, оставить только темный в нем. Но вот через фильтрацию слоя, конечно, удобнее. Потому что я не навсегда выбираю светлые области, а лишь временно. Давайте остальные слои я отключу, будет совсем хорошо понятно. Вот что произошло. Двойным щелчком с помощью фильтрации он был вот так, стал вот так и вот так. То есть я оставил только темные участки. Их я могу сделать даже немножечко посветлее, дополнить. Вот, дополнить, вот так. Перенастроим фильтрацию. Ну и теперь, если мы накладываем его поверх в режиме End, то видно, что он неплохо высветляет темные участки. Именно темные участки. Ну, теперь можно дополнительно порегулировать захват. Ну и, конечно, можно порегулировать опасть, то есть, насколько он вообще влияет на картинку. Ну, вот сейчас мы неслабо подняли детализацию темных участков, сделаем дерево поярче, посветлее. Остальные слои, Bra, Dole, Main, Lamp, это, по сути, свет от каждого из светильников. То есть, если мы положим слой Dole сверху, поставим ему режим End, то сможем регулировать, сколь ярко свет идет с улицы. Дополнительно, помимо того, что уже попал, я имею в виду прямой свет. Свет видно, что он шумит, и его как раз можно очень сильно порисануть с помощью Reduce Noise'а. То есть, фильтру убирающего шума на 100% практически. Без сохранения детализации, подавления грубо очень. Шварг, ну, немножко осталось, можно повторно переприменить этот фильтр еще раз. И еще раз. Ну, прекрасно. Дополнительный свет. Ну и, допустим, немножечко свет еще от главной лампы можно добавить. Main Lamp, вот мы его поставили. Переналожили снова. Конечно, перебор сильный, да. Я имею в виду совсем немножечко. Кстати говоря, с помощью команды Color Balance, например, можно дополнительно отрегулировать оттенок этого света. Скажем, добавить больше голубого или еще больше желтого. Ну, на мой взгляд, как раз неплохо по умолчанию. И вот такой интересный слой называется Альфа-канал. Ну, я уж не буду, наверное, барашку регулировать. Я, по-моему, и так хорошо. Вот интересный слой Альфа-канал. Поставили его верхним. Им пользоваться усложнее всего, потому что это маска, позволяющая вырезать задний фон. Ну, как видите, с помощью черного цвета здесь показана какая часть картинки. Дальше должно быть прозрачным. Пользоваться им немножко мудренно. Ну, допустим, такой вот вариант. Мы переходим на Альфа-канал, делаем Select All, то есть выделяем изображение целиком. И делаем Edit Copy. То есть копируем его в память. Теперь Альфа-канал может спрятаться. И в память у нас с вами есть изображение с этого самого Альфа-канала. Можно выделение снять. И его дальше можно будет пейсом вставить в какой-то другой слой в качестве маски. Насчет какого-то другого слоя. Ну, давайте откроем какую-нибудь картиночку с фотографией заднего фона. Ну, например, у нас здесь вечерний свет. Ну, соответственно, где-то здесь должна быть неплохая картинка. Я боюсь только с совершенно другим сюжетом. Сейчас. Ну, далеко не то же самое по оттенкам. Одну секунду, дорогие друзья. Вот здесь немного. Нет. Ну, что ж ты будешь делать? Ладно, хорошо. Давайте я измолтую картинку, к которой мы шел первой. Как-нибудь переживем. Ну, и сейчас перенесем ее из одного документа в другой. Я использую вот такой вот вариант. Вот два окна. Отлично. Теперь у нас есть здесь картинка с задним фоном. Но она, естественно, никак не вписана в наше окно. Однако, для нее мы создаем так называемую маску слоя. Маска слоя – это отдельное изображение, которое может продырявить основную картинку, отрезав ее часть или сделав в ней дырки, за счет как раз разницы в белом и черном цвете. Теперь на маску слоя мы переключаемся с клавиши Alt. Вот сейчас мы видим маску слоя. И делаем Edit Paste. Если вы переключились на маску слоя, перед тем, как нажать Paste, вот это изображение в канала в нее копируется. Снимаем выделение. Что интересно, сейчас все сработает наоборот. То есть, как видите, из изображения вырезалась как раз дырка, которая мне совершенно не нужна. Я хочу инвертировать маску. Перейдем в маску и нажмем Image Adjustment Invert. Вот теперь все хорошо. Теперь мы с вами видим, как маска вырезала кусок фона. Более того, если здесь отключить цепочку, то можно этот кусочек фона двигать в любую точку, в которую он сдвигается, вот он трансформировался. То есть, вот так вот мы за окном можем поставить любую картинку теперь. Не обязательно ту самую, которая была в оригинале сходеря. Конечно, цвета сильно отличаются, да, не вооруженного глаза. Видно. Давайте мы картинку перевернем слева направо. Трансформ. Горизонталь. Вот, я хочу, чтобы она оказалась здесь. Ну и теперь, с помощью цвет коррекции, можно подрегулировать, допустим, самым простым вот таким способом, побольше желтого дать. Во! Ну а что тут мы там. Итак, вот наше итоговое изображение уже после коррекции. Мы можем сейчас с вами открыть History и посмотреть до и после. И открыть вот таким образом второй дубль изображения и сравнить их между собой. Вот оригинал, вот после редактирования. Ну, как видите, дополнительные слои очень сильно помогают, когда у вас сохраняется слой от каждой лампы со светом, плюс слой Global Illumination, плюс альфа-канал, который сам сохраняется, его отдельно просыпать не нужно. У вас огромные возможности по пост-обработке вашей продукции. На этом, дамы и господа, я хотел бы закончить свое выступление. Надеюсь, вам оно понравилось. Ну и, конечно, если какие-то вопросы у вас остались, вот сейчас самое время их задать, я буду очень рад ответить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok